Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение моего ФФА-сериала на четверых. Если вы смотрите не с первой серии, то рекомендую вам перейти именно к ней. Ссылка на первую серию появляется прямо сейчас. Ну а всем остальным приятного просмотра! Тебе надо столицу в Багдад приносить, я думаю. Ну, Багдад, красиво, стоит. Тебе не слышно? Да, да, да. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Петра. Строит Грек Петру-то? Грек, а что ты в Каринфе Петру не строишь? Нормально же будет. Там одна клетка в пустыне. Ну и что? Что, у тебя есть какие-то варианты? Ребят, можно я поставлю разведчика на автомат? Поставь. Вначале хоботи можно ставить. Ну да. Не, ну предупредить сначала надо. Грек только сейчас вышел в Средневековье. Он говорил, что он тут у него уже прям рыцарство. Вот-вот. Слушай, Датчанина, у тебя тут такой хороший плацдарм для атаки Рима. Как раз-таки у тебя вот за гору вышли границы. Типа, ну, проходить темно неудобно. Не знаю, у меня рыцарь и стена. Да я не собираюсь, что его берсерки в чем-то сделают. Только затриматься от нас. Против рыцарей? Берсерки очень нормально против рыцарей. Не, они, конечно, бегают как эти. Они, они еще на разграбление, они на разграбление не тратят ход. То есть ему просто достаточно вступить на ту территорию, пограбить, пройти дальше. У него будет хватать ходов. Помню, кто-то давным-давно я берсерками все ггшки в территории просто проходил и все играет. Блин, Братислава хочет вот этот лагерь. Ну, охренеть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, если следующим ходом никто не построит... Мачу-Пикчу, то она моя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я смотрю, много городов поставил, а не отсеки, новых Ну я построил нацколледж, теперь можно города поставить Почему грек, который пошел через волю и традицию сидит в трем коронах? Он в четырех бы сидел, я не знаю. Места есть вроде И счастье у него немерено, кстати. Не знаю, что он там делает От чего зависит от количества великих ученых, а сейчас 67 требуется А потом два раза больше станет. Это в какой момент переключается? В тот момент, когда у тебя великий человек у тебя появляется В любом городе Нет, это не факт Нет, это факт Ну в 67 А, ну чёрт-то Нет, колосс Неужто грек в том своем городе построил? Ну блин Короче, надо идти ему грабить Ну что если три ремы построить и пойти разграбить? У тебя греку никак не правило Отчаянно 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 я спрошу Ну если только проход войск, так нет И у араба тоже не пройдешь Да я был Да у Лёши счастье плохо, денег нет А потом промка на первом месте Ну это всё Сейчас было бы неплохо его атаковать в этот момент Когда промка на первом месте? Ну счастья нету, денег нет Значит, ваше оставим Очень странно Кстати, Рим Говорит Ну блин, что метко добавил? Я думал, холм добавит Ладно Да и промка не особо Сейчас 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 Огромная гора Огромная гора Огромная гора Огромная гора Я же мы сейчас Проход в Триклефке Сейчас Халид может Любого забрать Теории Чем мы его Сейчас он не может Вот Да да Бойтесь Бойтесь Через 15-20 ходов Когда он вот эти все Новые города Распущает Это он Проблема в Горзах А в уникальном юнихе А А тем более Леш твой Копейчик Может идти Он уже засиделся У меня ноги затеплили Не надо Походить Верну Да Куда идти Через дуболома надо да Куда идти Дверь Вверх иди А Черт Да Ясно там только аккуратно варвары гуляет за моей границей то есть пройдешь там не сиди за конечно там всякие мечники идут игрек в дамаск наверно отправим представляете сколько у него будет там когда он построить мастерские да 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 давайте вы сдадитесь просто сейчас но если честно не особо здесь я провязал с местности довольно много работ на холмах много городов что на холмах на равнину три года то вроде нормально местными что поделать стоять и остальное то достаточно скажем много еды в теории мутам до десятки этажа эти нормально счастье вон гэгэшка вон гэгэшка мне вопросы на пангеи часто бывает острова нет на пангеи плюс вообще конкретно города государства практически нету на материке они все на островах специально на находится хоть интересная карта так тут интерес прикол в том что и остров нашему в общем такой немаленький но бывает такой а а а а а а 8 ходов до верблюдиков Ну, Грек вроде армию не строит Что, конечно, зря Так, мастерская, мастерская Водочки, мастерская Это Пафнутий, Рим Да Не выходи разведчиком из границ Там мечник в упор Ясно, спасибо Надеюсь, смогу построить мавзолей И, собственно, использовать пророка Трюфеля на вино О, салви плей Закончились Закончились Метрополитена Составляет 292 километра 900 метров Это один из Крупнейших Метрополитенов Мира И да, это реклама Двагис Справочник и карта Городов Двагис Знает 221 545 Проходов И проездов В 15 городах Миллионниках России С этим приложением Вы не заблудитесь Так что заходите на 2gis.ru И совершенно бесплатно Скачивайте приложение Под вашу платформу Блин, может Еще одного Лучше Миссионера Хотя Не Лучше пророк У меня как раз Через два хода И пророк будет И Геликарнатский мавзолей Так что Все Вовремя Почему это не делается? О Да блин Что это? Пизна какая-то Так Я все ГГшки нашел Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Еще одна где-то Пять ходов до Верблюдов Отлично Просто Мамбасу и Ватикан Обратить Свою религию До того, как объявлять Войну Греку Пожалуйста, пускай никто не строит Мавзолей Это вот Таракотку строит Грек Фух Все Значит Моя Мавзолея Да Уже к реформации надо подбираться Я уже скоро выйду в универы Их надо за религию покупать Так Воркшоп Готово Да Можно Конюшню Кстати Два молотка Даст Ну Где последняя ГГшка Молотка Продолжение следует... Продолжение следует... Вообще, надо в Назране и в Багдаде построить просто эти... Порты... Ну и где мой пророк? Блин... Тут тоже можно, кстати, конюшню... Слушайте, а какое еще одно чудо? Еще какое-то, по-моему, чудо должно быть, нет? Есть... Монако и Шерипада, а какое еще одно чудо? Гибралтар. Где? Там, где твой город стоит? Ммм... Он на море, но можно увидеть, если со стороны Монако пройти наверх. А, да, далеко. Жалко его раньше не увидел, так бы город поставил. Сейчас уже не поставишь. Три хода. А вот и Петра. Надеюсь, она мне достанется. О, Греция осталась. Блин, вот... Объявлю ему войну, и тут как Братислава попрет на меня... Плохо. Куда эти разведчики исчезли? Удалил, что ли? Мой? Остролил. У меня это у меня bliver взdanчет... Нет... Но он стоил... рим уже первый по производству он наверное караваны пускает хотя у него три города да ну мне надо грека брать наконец-то так дальность увеличиваем где тут вот и мечети берем а Блин, где еще один город-государство? Что-то я еще один город-государство не могу найти Все тут на Пангее находятся? Нет, на островке, помните, я говорю? А, есть один на острове, да? Да Так Надо будет Оставить Соточку На Вот от Гибралтара Влево И Мамбасу распространить Субтитры создавал DimaTorzok Отличненько, понеслась Да, проблема в том, что у меня нехватка лошадей Это Очень хреново Настя Продолжение следует... 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 85 они растут в дрыжах подождите у меня это счастье все на производство погибли у а у с до 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 в ренессанс вышел в банковское дело ну это хорошо ну где тут караван от колосса конечно в афины братья слава сейчас оторвется конечно на мне что вести дорогу да проблема конечно с лошадьми самом деле что у ггшек нету ни у каких лошадей а вот убрать славы как раз есть хрена мне это ты понял то ли то ли фармал то ли собрался забирать улича вред но я пытался войска набивать не он просто не ходит ко мне ходит я их решил убрать ну ладно хорошо без проблем то есть он построил колосс удалил его и сделал наземный этот караван так ладно мне этот скаут наверно не нужен да римляне понятно он производством на последний мы думаем за то что рим на иду переключилась что не быть так пока закончим открывать арбалеты у меня на три арбалета есть деньги так что надо три метка лука построить нет вот и 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 афины мою религию приняли слушай грек а зачем тогда построил стон хэн 6 ты религию так и не принял я лучше буду брать твои руки да вообще логично ну как бы так или иначе бы давление продавил мои я думал я раньше возьму религию и увидел два твоих чуда и расстроился хватит содержать левый юнит ненужный все распространил везде где хотел теперь пускай сама да хотя можно греку пойти риму еще начало пускай мечети везде купятся а наверно варгас у него бегает караван уже пять городов поставил затишу самое странное что мы взяли военные нации с надеждой на то что будем воевать это пангеи и фана 4 их недолго идет в итоге что мы видим у карт так отсоздала что подошли и ничего просто забавно началось великое противостояние востока против запада грика вроде армии больше не знаю точно боюсь хотя я и по пункту первые армии я думала будет да там просто рабы читерные не так причем то читерным и как бы грека полу надо останавливать то есть что мне тут на развитие с ним играть собственно датчанин то же самое должен с римом по моему сделать иначе человек улетит я на последнем месте по грамотности на 6 процентов от лидера но и меня останавливать интересно но это вопрос времени только что ты как бы как бы я тоже недалеко от тебя с римом я не могу воевать после даже если на то же производство у тебя три города возле горы у меня не вистали не у горы не 2 не 3 не 4 города но сейчас если араб заберет грека он будет явным миром и нам с тобой я не знаю нам надо с тобой воевать и сейчас помогают в этом году но как ему помогает ему войти для не помню что считаете что я заберу грека всем же успехи с ура яму из-за меня у меня есть такая вероятность насчет категория и сомнений там ты делал видео там просто хреново проход и не знаю хотя афинные на границе армию строили чудеса по фнути запретный город строит проспал три ремы такие так блин бомбас и тут дай думаю рим смотреть по ситуации ты на ко мне так что там ничего да еще на греки молчу сидит подходит от обстреливает выходит но это же логично что-то рассказывать крайней мере я вижу два метка лука копейщика мечника 4 5 5 так у тебя . верблюда в срок а я ж берегу речу реле 5 врет он только двух может видеть верблюдах хоть и в рыцарство толочь он себе я вижу все спокойно что врыть в рыцаре в динамичников на даже оборону держать буду защищаться вас тут такая фигня если сейчас буду греку помогать мне будет ринг спокойно можно поместить а почему мне никто не хочет помочь потому что на все лошадей построил верблюдов и просишь помощи интересно я еще помню эту видео где 6 верблюдов и можно взять двоих противник легко да дамаск гасит так что скажешь времени у великий рим попова но если начнем сейчас помогать греку то я буду беззащитен сам 4 верблюда 3 арбалет но у нас того факта не нападение он скоро кончится воду том-то и прикол как ему помогать верблюда 3 арбалет нечего я хочу бы пару берсерков подарить чтобы м в целом причин дома с удовольствием тогда я не знаю что делать то же я подумаю часа подумают да 116 ухода просто тут помогать надо уже сейчас они когда он там столицу заберет столица на границе как питер суши я я не понимаю датчанин грек первый по армии он первый по производству но ты собираешься создать ему чтобы чтобы он победил или что нет чтобы как минимум ты легко не взял а почему ты считаешь что я его беру я дебил минуты я посмотрел на демографию напал на него я бы мог рим останавливать если бы я мог с ним воевать нет ты собираешься помогать греку чтобы он остался в игре и грек с римом первый по всему чтобы он дальше вырвался и классно ему все было помоги мне почему ты мне не хочешь помочь рим то сейчас на фоксове место по всему основной порой нужно кроме науки не ну я могу просто вообще никому не помогать вот так скажу или просто ч соль ты апнулся в арбалетах на следующий ход армия будет наравне со мной или даже больше следующий ход посмотришь сейчас 4 или 5 луков апнул ты че рим давай посмотрим грека помощи не просит давай посмотрим что там будет ну походу одного-двух на границах ложат это же все-таки дальний бой стреляющий я ему вообще ничего не могу противопоставить ну ты же врешь сейчас разве атакова отуклы у твоих этих верблюдов которые ну конечно а что вот это у меня раненый сейчас стоит я же мне приходится подходить вперед потому что у тебя холмы и джунгли на них я не могу через клетку обстреливать я прямо вплотную подхожу к юнитам а ты рассказываешь людям что ты ничего не можешь мне сделать спокойно ему тоже дорогу построил отсюда подошел по дороге вот если это был кулкэт я по-моему не подарил тут я не за смятение то есть ты построил эрбюров на всех лошадей то есть как бы не просто так остановить меня а прям конкретно взяться за меня ты решил да извини а за кого мне еще браться блин да я решил на тебя напасть лидер вообще рим по моему мнению но я не могу никак с ним воевать вообще в принципе ни в каком виде в каком месте в каком месте я лидер в этом игре не на 6 процентов нет я только вот только по науке на первом месте поставим параметры считаешь этого недостаточно ну три процента я вот от среднего значения ну грек должен отбиваться сам с такой промкой единственное ему надо нормальные юниты военные где он отобьется то есть вы хотите то есть хотя бы знаешь он бы сказал я уже под столицей у него там стою то есть он не может отбиться не у него на вон таракотку построил мы сейчас стоим у моей границ моей столицы да и в то же время это и мои границы тоже ну не знаю моих или нет в теории у вас столично пограничный конфликт ну пафнуть и конечно продолжает фигачить продолжает фигачить чудеса да я больше не буду вообще больше вообще не больше так раз мне дали лошадей можно этим воспользоваться сейчас он баса впрягается грабит мрамы багдада да и братислава тоже молодцы молодцы ладно я отойду вот уже рабочими зачищает всяких лет которые получают не риме если хочешь посмотреть когда мы границы выходи да риму естественно выгодней чтобы мы тут подольше воевали сейчас придет тебе поможет или мне поможет если я буду проигрывать рим поможешь если я буду проигрывать да я думаю вы сами разберетесь итак эта серия завершена продолжение через день или два пользуйтесь двагис и играйте в умные игры спасибо что засорили до конца я лёша халец и тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы засорили до конца видимо оно вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры